Всем здравствуйте. Решила поделиться своей историей моей дочке 3,5 года. Ее зовут Диана. На данный момент у нас стоит диагноз «общее отставание от развития». Но есть подозрение на то, что у ребенка присутствует расстройство аутистического спектра. Ребенок очень трудный, очень часто закатывает истерики. С сентября мы начинали ходить в детский сад. В январе нас попросили, чтобы мы уже перестали ходить, так скажем. С нами разорвали договор и посоветовали отдать ребенка в садик, где маленькие группы. Ребенок наслушался воспитателей, и на контакт с детьми она идет очень-очень плохо, практически никак. Истерики у нас случаются очень часто и практически по любому поводу. Чаще всего потому, что ребенку что-то запрещается, что-то у ребенка, допустим, забирается, то, что опасно. И здесь, в общем, истерики просто невозможно практически достанавливать. Первый наш разговор с Давидом состоялся позавчера, с первого февраля. Что-то удивило меня, что даже пока мы с Давидом разговаривали, Яна сначала сидела у меня на коленях, потом ушла. И действительно, что меня удивило, что ребенок не бегал, меня как обычно не дергал, Но мне там сколько надо говорить, и я слышала, что она там чем-то занимается. Пришла, смотрю, она взяла лего-конструктора, строила там, взяла башенку. То есть разбирала, собирала его. В этот же день, мне в этот же вечер, она очень быстро усунула. Обычно мы вертимся, прыгаем по кровати, встаем, включаем свет. То есть засыпаем очень бурно. Она в этот вечер, 21 февраля вечером, она усунула очень быстро. Буквально повернулась на бок, и там, я не знаю, буквально, наверное, минуты 5. Что-то уже было очень удивительным. Вчера мы нашли свой пазл чересамный. Собирали лягушку, которая давно у нас уже лежала заброшена. Просто, и вообще игрушками играем, ну, можно сказать, не так часто, потому что в основном наши игрушки все разбрасываются просто. Ломаются, разбрасываются. Чтобы что-то она там собирала, но это очень редко в последнее время, я не помню за последнее время, когда она в последний раз что-то собирала, действительно, чем-то занималась. Сегодня, 23 февраля у нас была вторая беседа. Опять же, Диана сначала сидела у меня на коленях, потом она опять ушла, то есть она мне опять дала спокойно договорить. И после уже сеанса этого у нас фу-тфу-тфу, день прошел спокойно, у нас не было истерика, когда ребенок не просто безцельно бегал там по квартире, не знал, чем себя заняет она, как-то пыталась играть, если даже не игрушками, то пыталась как-то танцевать, не знаю, не так нас нужен, но она сегодня дергала за собой, конечно, не совсем без нас на это все происходило, но тем не менее, сегодня была спокойная истерика у нас, фу-тфу-тфу, опять же, говорю, получился вечер и там вечер, наверное, часов где-то с трех дня до самого вечера, то есть у нас было спокойно. Плача не было, истерик не было, ребенок действительно чем-то пытался себя сам занять, и перед суммой я включила ей мультик холодное сердце, она им даже как-то заинтересовалась обычно, мы его выключаем, наверное, минут через пять, через десять, то есть вообще мультики мы смотрим в последнее время там, мама, включи одно, нет, вот это вот тоже не надо, включи другое, ну, то есть практически ничего мы смотрим, только переключаем с одного мультика на другой, и затем она сама позвала меня спать, что тоже удивительно, позвала меня сама спать, вместе ушли легкие, ребенок опять уснул очень быстро, опять мы, не крутясь, не вертясь, друг друга обнялись, и Диана спокойно уснула. Ну, и что тоже, как бы, немаловажно, я стала чувствовать себя более спокойно, спокойно, я по отношению к ребенку стала более, ну, терпеливой, что ли, потому что, ну, очень тяжело, когда ребенок целый день с тобой постоянно тебя дергает, постоянно не знает, чем себя занять, ты должен постоянно с ребенком находиться, вот, и часто эти критические истерики, третий день я действительно более спокойно себя чувствую. Нечего сказать большое спасибо Давиду, надеюсь на наше дальнейшее общение, и что у нас действительно, нас доченька и всего будет хорошо. Субтитры сделал DimaTorzok.